Я вас категорически приветствую. А вот новость про другого миллиардера филантропа и даже немножечко плейбоя. Говорят Илона Маска решил затащить в суд один из инвесторов криптовалюты Dogecoin Кит Джонсон. Кит обвиняет Маска в создании сетевой пирамиды, с помощью которой накручивали стоимость этой самой собачьей монеты. Примечательно, что Dogecoin выпустили 10 лет назад чисто ради прикола. Ну а чтобы подчеркнуть несерьезность намерений, название и символ для него позаимствовали с известного мема с песиком. Всем же нравятся песики. Но из-за ажиотажа вокруг крипты шуточная валюта достигла нешуточной капитализации. И на пике популярности суммарная стоимость этого добра превысила 88 миллиардов баксов. В общем, прикол получился, как говорится, на все деньги. Илон Маск не остался стоять в сторонке и привычно перешел в режим Остапа Бендера. Для старта принялся красочно описывать в Твиттере чарующие перспективы собачьих валют. А в начале этого года даже разрешил покупать за Dogecoin мерч с брендом Tesla. Ну а теперь, когда цена Dogecoin рухнула в 10 раз, многие зоофилы приуныли. Ну и, как водится, почувствовали себя обманутыми. В числе последних оказался и американский гражданин Кит Джонсон. И теперь Кит требует справедливости. Ну и скромной компенсации в 258 миллиардов баксов. Вот только такая сумма сможет залечить моральную травму и унять острое жжение в области пукана. Ну а адвокатам Илона Маска к подобным персонажам не привыкать. А гражданину Джонсону надо бы на досуге изучить теорию большего дурака. Сам Билл Гейтс рекомендует. Но вообще проблемы у парней-криптовкладчиков, похоже, только начинаются. И далеко не во всех бедах можно будет обвинить Твиттер Маска. За последние два месяца рынок крипты просел на, приготовься, на триллион баксов. И это не только крупнейшее, но и самое стремительное падение за всю его историю. Биткоин, например, скатился до 20 тысяч баксов за штуку. Хотя в начале мая один биткоин стоил солидный сорокет. Что уж тут говорить о менее популярных валютах. Вовремя подсуетились китайские товарищи и выперли вон из Китая всех майнеров с их дурацкими фермами. Коммунистический Китай найдет, куда потратить китайское электричество с гораздо большей пользой. А на сегодня все. До новых встреч!